Всем привет! Такое быстрое вступление будет. Приехали мы с отцом на Ку, на, наверное, одну из самых лучших, из известных мне джиговых точек по весеннему уровню. Такой вот сзади меня перекат, от него отходит струя, и здесь, получается, образуется обратно. Вот, папа уже почти собрался, я сейчас только начну. В общем, вот такое место. Побежал я тоже собираться, тоже хочется получить первой поклевки. Так, не успел я разобраться, у папа уже была первая поклевка. Сейчас вот делаю только первый заброс. Почти год у меня не было возможности половить на своем любимом береговом месте, и поэтому при подъезде на речку, когда я увидел, что уровень воды в ней подходящий и самый оптимальный для этого места, то буквально бежал до точки и, соответственно, во вступлении не очень подробно рассказал про сам перекат. Но сейчас дома я воспользуюсь возможностью исправиться. На самом перекате глубина небольшая, около полутора-двух метров, с жестким дном и достаточно большими булыжниками. С него идет резкий свал на 4 метра, и уже в самой яме глубина доходит до 5-6 метров, и уже в ней присутствует обратное течение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такой вот небольшой судачок. Сейчас покажу... вот весь в пятнах крючка освобождаем приманку мы его потихоньку забираем стоит 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 сейчас подождем если сам не уйдет то поможем так первую руку поймали немного расскажу про технику так сказать ловли делаем заброс на перекат у нас получается идет чуть выше по течению и с него стаскиваем нас два варианта либо рыба выходит есть на перекат тот же судак либо мы получаем поклевки за ним за перекатом иногда еще на этот прикат приходит поищу к вот эти как раз таки скорее всего никаких судачков поэтому мы ловим с платком и 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 ну как-то ладно да конечно крючок насаживаешь вот такой вот уже покрупнее за рекорд такой вот сдачок себя сам крупную поймаешь на пленышке висел аккуратно я обычно поворачиваю, записываешь? конечно опа так рыбку отпускаем туда на телевидении плату надо такой был вот сдачок помочь бы только ему уйти так сам разберется так счет уже 2-0 но обычно папа в таких случаях ловитку всегда крупнее просто как-то вниз давился ими по этому большому казался вот прям на прикат приманка падает почти мгновенно и либо на самой прикате, либо на свале с него долго он с перекат, кстати, падает еще не там покрылся шишка же там должна стоять ну а ты видишь каких судачки как бы маленьких? вот их щуку выходит по идее есть но она считай в том году, когда в июне уже кревать-то стал когда вот мы ловили щуку, у нас не клевал судак ты смеял, подаёшь, понимал? да ты полез как-то не понял на раскачивается нормально вот это поставил чуть поярче приманку и груз облегчил до 10 грамм на рыбалке так бывает иногда мы что-то теряем иногда находим в этот день мы оборвали около 10 силиконовых приманок и вот вытащили такой вот воблер скорее всего он китайский, но если знаете название, то дайте пожалуйста знать в комментариях вот поклёвку была на паузе поклёвка на паузе была придавил, а я не был готов так бывает он у меня как бы приманку сбил и хвост съел да? пролон пролон всё вытерпит должен поплевать ну да, из кучки он и вытерпит да, из кучки он и вытерпит не понял не понял по камням был? по камням не помню у меня тоже как-то не понятно не знаю куда-то что можно куда-то куда-то да ооо давай ты грузь даю шанс это финал шаку 21 ооо да ну 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 давай подправлением мелкой погуляет вон рыбка и баааа ну да и и это а и 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 так продолжаем квн дождик закончился человек прилетела все пусть первого заброс нет что дождя не не хочет первых он тучи куда пошло так закончили мы рыбалку на сегодня камеру у меня села я забыл взять аккумулятора сменные вот но могу сказать что вы особо ничего не потеряли судак ливать перестал не знаю может из-за дождя может из-за того что вода уходит прям на глазах можно сказать вообще рыбалка у нас сегодня была не основной целью мы хотели съездить проверить слип и на всякий случай захватили с собой снасти вот несколько судачков поймали поклевки были приманки поотрывали можно ехать домой нашли воблер да папа зацепил корягу нашел воблер постараюсь приехать сюда еще потому что так сказать осталась некая недосказанность так как в предыдущие года здесь клевали в такие достойные рыбы вот и тогда уже скорее всего смонтирую это видео итак сегодня на второй рыболовный день снова приехали на речку на ту же точку под вечер погода чуть-чуть поменялась вышел солнышко хоть и сегодня тоже был дождик но надеемся то что такое потепление как-нибудь активизирует рыбу да и нам целом ловить будет приятно вчера была такая себе рыбалка пара судачков еще были поклевки но надеемся что сегодня будет поинтересней при этом просмотра так первый заброс второго рыболовного дня с вчерашней рыбалки счет пока 20 нашу пользу посмотрим сможет ли папа отыграться или нет бабки на семечке заправляем приманку моем ее забрасываем с пухом на второй день по реке понесло много мусора и пуха которыми быстро забился обратка поэтому по самой яме приманку уже было не перевести да и на перекате поклевок почему-то не было уже не зря пришел ты чё нет поклевок после дождика уже от отчаяния решил половить на волкер все-таки на строе кто-то периодически бил малька да и в траве были какие-то непонятные всплески но поклевок у меня на эту приманку почему-то не было довольно странно что в этом году данный перекат с обратка не сработал ведь по сути данное место можно считать почти эталонным а при подходящем уровне воды здесь начинают клевать с апреля до начала июня мы с отцом как-то пытается оправдать отсутствие активности рыбы в эти дни однако скорее всего хищника просто не было на точке так бывает особенно весной поэтому не стоит зацикливаться на казалось бы даже самых перспективных и стабильных местах а больше ездить экспериментировать и искать что-то новое ну вот как-то так бывает сегодня мы с нулем не знаю возможно сказывается такой вот холодный май вода еще холодная и возможно судак не вышел еще на этот перекат щуки тоже не видно да и кокуни как бы здесь нет раньше вот предыдущие года здесь ловились совершенно разные виды рыбы причем в количестве и в качестве но сезон как говорится сезон не приходится поэтому вот как-то так прошли наши два дня наверное сюда в этом году больше не вернемся потому что делать нечего вот и уже будем больше внимания уделять рыбалке словки всем спасибо за просмотр всем пока